дал взятку пограничникам и ищет медиамагнатов. СМИ раскрыли подробности побега Влада Ямы. СМИ обнародовали ранее неизвестные подробности побега хореографа Влада Ямы за границу. Выяснилось, что танцовщик покинул территорию Украины, воспользовавшись своей медийностью и взяткой пограничникам, об этом пишет РБК Украина, проект Esteller, со ссылкой на эксклюзивный комментарий инсайдера, приближанного к окружению звезды, для O.B.O.Z. UA. Подробности. По словам источника, судья, танцев и с зырками, планировал построить карьеру в США, но ему этого не удалось, в стране достаточно хореографов и Яма там просто, не нужен. Кроме того, у беглеца сейчас возникли проблемы с финансами. Хоть и у него, говорит собеседник издания, есть под Киевом недостроенный дом, продавать недвижимость танцовщик пока не планирует, выжидает, что будут президентские выборы, чтобы сделать ставку. Ищет выходы на различных медиамагнатов, чтобы триумфально вернуться на украинское телевидение, говорит инсайдер, также человек, приближенный к окружению звезды, добавил, что позиция Ямы, а какая разница. Артисту якобы безразлично, кто будет у власти. Он только хочет, чтобы вернулись развлекательные программы, и он снова появился на украинском телевидении, Более того, предателем хореограф себя вообще не считает. И искренне верит, что все статьи в СМИ, где упоминается его имя в негативном контексте, это «заказуха». Напомним, недавно его коллега Женя Кот рассказывал, что артист после окончания войны планирует вернуться в Украину. Танцовщик уверен, что в его жизни все будет так же, как раньше. Недавно Андрей Бедняков патролл беглеца Влада Яму своим архивным фото. Также мы писали, что известный танцор, публично хваливший РФ, выступает в нацопере.